Как приятно осознавать, что Господь однажды нашел нас в этом мире. Как приятно осознавать, что Он не погнушался нами. Все-таки сколько людей, живя в этом мире, они просто идут в погибель, и даже, может быть, из них есть люди, которые никогда не слышали, что есть спасение. Это неплохо время от времени задумываться над этим, что Бог как-то вот благоволил. Вот Он благоволил. Вот Бог расположился именно к нам. Я не хочу сказать, что Бог не расположен ко всему миру. Он не хочет, чтобы кто-то погиб. Но есть что-то такое, что Божье благоволение было проявлено к нам. Он проявил свое благоволение. Он открылся нам во Христе Иисусе. Я думаю, что если вот это вот понимание, оно проникать будет в глубину нашего сердца, мы не будем христианами, которые просто посещают собрания, христиане, которые просто знают о том, что они спасены. Есть вещи, которые производят в нашей жизни такие изменения, когда мы начинаем понимать, что Бог из миллионов людей обратил внимание на меня. И Он вытащил меня из тьмы, из ямы глубокой, освободил меня от греха, от смерти, избавил меня от ада. Я сегодня Его человек. Кто мог подумать, что я Богу принадлежу? Я Богу принадлежу. Бог приобрел меня. Сегодня я бы хотел с вами поделиться таким словом, которое я назвал, что Слово Божье – моя сила или сила для меня. Мы много слышим об этих вещах, подобных вещах. Для нас это не новость. Но вот именно начинаешь понимать, что время, в которое мы живем, что Бог, Он себя заключил в это Слово. И оказывается, что весь духовный мир, Он не просто осознает, Он понимает, что есть сила, и она заключается в Божьем Слове. Царь Давид говорит, что Он превознес это Слово выше имени своего, всякого имени. Он превознес выше своего имени. Авторитет Божьего Слова, Он имеет огромную силу. Нигде так не написано, как о Божьем Слове, что Бог, Он бодрствует над каждым Своим Словом. Бог очень внимательно следит, как исполняется Его Слово. Он не может измениться, Он не может солгать. Если Он сказал, если Он пообещал, Он бодрствует, пока это не исполнится. В Его Слове есть сила. Божье Слово имеет силу. И всякий раз, когда мы на уровне нашего разума это осознаем, мы соглашаемся, мы можем даже громко сказать «Аминь», что это так. Но если это Слово не будет принято в наше сердце, не будет находиться там, то это Слово для меня, которое имеет силу, и Бог наделил его силой, оно в моей жизни не имеет ничего. Только в сердце, когда мы принимаем его, оно имеет силу. Давайте мы прочитаем первое место. Это записано Евангелие от Иоанна, 10 глава. Евангелие от Иоанна, 10 глава. 10 стих. Здесь сказано так, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Обратите внимание на два разных направления. Здесь речь идет, что вор, он приходит, и у него есть конкретный план, и он его пытается осуществить, и он заключается в том, чтобы украсть, убить и погубить. Вор – это дьявол. Это одно направление. И сегодня, вы знаете, охота за людьми, чтобы их украсть, происходит постоянно. Я более скажу, что вор приходит, красть не то, что находится под его контролем. Зачем красть то, чем он уже обладает? Слово Божие говорит, что весь мир лежит во зле. Зачем что-то, то, что находится во зле, красть? Оно и так находится во зле. Но он приходит украсть то, что уже вышло из-под контроля зла, из-под контроля тьмы, из-под контроля дьявола, из-под контроля этой системы мира. Он приходит и охотится за теми, кто на сегодняшний день стал искуплен, кто имеет спасение, кто себе исповедует, что он дитё Божие, и он принадлежит Богу. Сегодня идёт цель у дьявола направлена именно в плане этих людей. И он назван вором. Раз вор, значит, его методы, они незаконные. Кто-то говорит, дьявол, он законными методами пользуется. Если он был, ну, по крайней мере, Христос бы его назвал вором в законе. Но Иисус его назвал просто вор. Значит, вор, он действует незаконными методами. Нету таких действий у вора, чтобы он законно что-то похитил. Представьте вора, который встал на суде, когда его осуждают за похищение какое-то, и говорит, что, вы знаете, а я по закону украл. Я по закону влез в это имение и похитил то, что мне надо. Нет, вор действует незаконно. Но он использует методы, которые позволяют ему проникнуть. Вы знаете, если действительно в нашей жизни мы стояли на Божьих принципах, то вор никогда бы не мог пролезть и подкрасться и украсть. И Иисус сказал, как вор ворует, когда мы не бодрствуем. Вы помните, Иисус сказал? Бодрствуйтесь и молитесь. Он говорит о том, когда мы бодрствуем, то вор, который приходит, он не может. Он не может тогда ничего сделать. Второе направление, о котором Иисус подметил, Он сказал, что, указав на себя, Он сказал, Я пришел для того, чтобы имели жизнь. Имели. Он не сказал, Я пришел, чтобы дать вам жизнь. Он сказал, чтобы вы имели жизнь. Имели. Имели жизнь и жизнь с избытком. Это то, что приходит от Иисуса. А это значит, что иметь, это то, что уже совершено. Все для жизни и благочестия Богом совершено. И чтобы это иметь, я должен сделать определенное решение. Некоторые люди считают, что все Бог уже распланировал, и те, которые должны иметь, они будут иметь, и те, которые не должны иметь, они не будут иметь. Нет. Он сделал все для того, чтобы все имели жизнь. Но теперь от меня зависит моя ответственность, чтобы эта жизнь была во мне. Это равносильно, если кто-то на этом месте, находясь здесь, чтобы жить, всем нам нужен воздух, и мы дышим. И мы, если не будем дышать буквально несколько минут, то этот человек умрет, если он не будет дышать. Но когда мы дышим, посредством этого дыхания мы имеем жизнь. Бог, Он создал эту атмосферу жизни. А теперь от меня зависит просто жить, дышать, наслаждаться, пропитываться. Имели жизни. Это находиться в Божьем присутствии. Находиться там, где Бог присутствует. Нету другой жизни, как жизни во Христе Иисусе. Жизнь. Она не приходит просто так, что я понял, Иисус жизнь, где-то там жизнь во Христе Иисусе. Нет. Эта жизнь, она дается нам через конкретное принятие. И этим принятием является Его Слово. Мы прочитаем еще местописание. Я прочитаю это Колоссянам, 3 глава. 16-17 стих, послание Колоссянам. Смотрите. Здесь говорится так. Слово Христово довселяется в вас обильно. Со всякую премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями. Во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, делайте, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. В 16-м стихе сказано, слово Христово да вселяется. Вселяется. Не просто там по крупицам мы собрали, ухватились, но написано обильно вселяется. Обильно. Возлюбленный. Слово его должно обильно вселяться. Если вор, он ищет моментов, чтобы похитить, украсть, то знаете, люди, у которых слово обильно вселяется, там нету места для вора в их жизни. Нету места. Обильно слово должно вселяться. И когда слово вселяется в нас обильно, конечно, это систематические упражнения должны быть. Это чтение Божьего Слова. Рассуждать нужно о нем. Нужно молиться, чтобы это слово, оно проникало в наше сердце. Некоторые люди, они говорят, я не ощущаю силу этого слова. Я много читаю, я много изучаю, но как бы силы такой нет. Я хочу подметить, что слово Божье, оно приобретает силу тогда, когда мы оказываемся в определенных обстоятельствах. Мы даже можем не ощущать какого-то определенного прилива от Божьего Слова, когда мы читаем Библию, когда мы изучаем. Но знаете, как только вы оказались в определенной среде, которая против вас, здесь, вы просто обнаружите в себе силу, которая исходит от Божьего Слова. В этот момент. Вы знаете, обстоятельства, они не против нас. Если мы правильно будем относиться к обстоятельствам, обстоятельства, они работают на нас. Этим самым обстоятельства, они вскрывают наличие того, что мы приняли от нашего Господа через веру в Его Слово. Что мы имеем, то, что мы обладаем. И Иисус, находясь в пустыне, написано, что напоследок взалкал, и дьявол приступил к Нему и стал искушать Его. И вы знаете, у Иисуса Христа Он обладал сверхъестественной силой, но отражал дьявола только лишь непосредственно Божьим Словом. И что бы дьявол не предлагал Ему и как бы не искушал Его, и Иисус отвечал Словом, у Него было Слово. Обстоятельства, которые сложились вокруг Иисуса, они позволили Ему в этот момент проявить эту силу Божьего Слова. И дьявол отступил, но ничего не мог сделать. Он просто потерял, в этот момент он потерял свою способность, чтобы что-то он мог осуществить, он отошел. Он попытался потом еще, написано, до времени он оставил. Вы знаете, в то время еще дьявол, он не был низложен. И это было время, когда Иисус, Он был введен на казнь за наши грехи, и дьявол снова приступил в Гефсиманском саду. И там было серьезное искушение. И вы знаете, Иисус встал на Божье Слово, потому что это Слово было Отца Его. И Он мог сказать, не моя воля, но твоя да будет, Отец, воля, то, что ты определил для Меня. На этот час я и пришел. В этом была полная победа Иисуса Христа. Все остальное, это было уже следствие, когда Его кровь проливалась под терновым венцом, под избиением от этих плетей. Когда Он был прибит ко кресту. Это было просто следствие того, что в Гефсимании Он утвердил волю Отца по отношению того, что Он должен сделать на Голговском кресте. Дьявол побежден Иисусом Христом. Победа была осуществлена. И сегодня дьявол, если его рассматривать с позиции того, что сделал Иисус, дьявол побежден. Кто-то говорит... Я помню, как некоторые люди, они высказывались, пастор, разве можно так говорить? Мы ж злим Его. Он же такой сильный. Никто не отрицает, да? Но Слово Божие говорит, тот, кто в нас, Он больше того, кто в этом мире. Да, Он большой. Кто-то может сказать, да, Он сильный. Да, Слово Божие говорит сильный. Но есть сильнейший написано. И сильнейший приходит и связывает его. Вы знаете, кто больше и кто сильнейший? Наш Господь Иисус, который открылся нам. Слава Ему. Вы знаете, дьявол побежден, и я не боюсь этого говорить. Не боюсь. Я не боюсь. Один человек говорит, пастор, ты его за усы дергаешь. Не надо злить дьявола. Да и вообще, зачем о нем говорить? Да нужно забыть его вообще. Ну, как будто он не существует. Знаете, для тех, для кого он не существует, вот они в таком вот мире находятся. Да, для меня он не существует. Но вы знаете, вопрос вот в чем. Для дьявола эти люди вот существуют. Они могут считать, что дьявол для них не существует. Но для дьявола эти люди как раз очень сильно существуют. И он не оставляет возможности, такой возможности их ограбить. Но вы знаете, мы признаем наличие дьявола, и он существует. Но мы знаем, что это дьявол, который демонстрировал свою власть и силу, побежден нашим Господом Иисусом Христом, который теперь, наш Господь, живет в нас, во мне живет. Слово Божие, да вселяется в нас обильно. Вселяется Его Слово. Вот эта жизнь, эта сила, это могущество, то, что мы принимаем через Слово, вселяется в нас обильно. Бог не дает какой-то меру, и написано, не меру, и Он дает Духа. Слово Божие Он не ограничил. И если мы действительно открыты, потому что только благодаря Слову мы становимся людьми, похожими на Иисуса Христа. Слово вселяется в нас обильно. Павел говорит это Колоссянам. И дальше говорит о том, чтобы мы научали и вразумляли друг друга псалмами, словословием. И духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господом. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря, через Него, Бога и Отца. Оказывается, когда Слово Христово вселяется в нас обильно, то тогда определенные вещи происходят в нашей жизни. Вы знаете, если Слово вселяется в нас, это имеется в виду не в наш интеллект, а в наше сердце. Оно туда входит. Это Слово, которое в нашем сердце, оно открывает Иисуса. Вы знаете, мы поем не для того, чтобы как-то приблизиться к Богу. Некоторые люди думают, вот я пою, пробиваю атмосферу. Вот как-то с пением люди могут пробивать атмосферу там. Пробивают. Вы знаете, мы поем уже в Его атмосфере. Мы Его славим через песнопение. Написано, в сердцах воспеваю Господу то, что Он сделал. В сердцах то, что мы приняли, это обильное Божье Слово открывает, кто Он есть в моей жизни. Живу я в пустыне, нахожусь я в темнице. Где бы я ни находился, в каких обстоятельствах Его имя будет славиться. Почему? Его Слово вошло в мою жизнь, и я славлю Его. Мне все равно, какие обстоятельства. Я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, кто мой Господь. Я верю в это обетование. Я Его псалмами, словословиями. Вы знаете, когда мы возвеличиваем, приходит назидание в нашей жизни. Мы наполняемся. И здесь дальше говорится о том, что это начинает передаваться. И вы знаете, все наши действия, все, что бы мы ни делали, оно будет во имя Его. Не во имя людей. Не во имя какого-то авторитета. Не во имя, просто вот мы вот и начинаем. Я это сделал, потому что вот этот попросил. Хорошо, ты это сделал ради него. Но вы знаете, когда мы это делаем, словом или делом, во имя Господа Его имя начинает прославляться. Бог начинает быть возвеличенным. Аллилуйя. Еще место я хочу прочитать. Это записано. Послание к евреям. Четвертая глава. Послание к евреям. Четвертая глава. Двенадцатый стих. Ибо Слово Божие живо и действенно. И острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Ибо Слово Божие живо. Вы помните, Иисус сказал о дьяволе, что это вор. Он пришел украсть, убить и погубить. О себе он сказал, что я пришел, чтобы дать жизнь. Чтобы вы имели жизнь. Слово Божие живое. Это живое Слово. Это неправильная информация. Это не просто какие-то замаслыватые там лабиринты. Сегодня люди, они рассматривают это Слово своим интеллектом. Они, о, и все, моя голова не выдерживает, нужно отдохнуть. Вы знаете, Слово Божие невозможно нашим интеллектом изучить. А это заведет нас в серьезные тупики. Сегодня можно слышать людей, которые говорят, столько несовпадений в Писании. Ну, какое же это совершенное Слово? Смотрите, сколько нестыковок в этом Слове. И пытаются они интеллектом как-то эти вещи решить. Но к евреям, мы читаем, написано, что Слово Божие, оно живое. Иисус сказал, что Слова, которые говорю я вам, есть жизни. Божье Слово имеет жизнь, оно живое Слово. А разживое, оно имеет определенное действие в нашей жизни. Это не просто информация, которую я могу просто передавать кому-то. Информация несет определенную информацию. Но Слово Божие, которое живое, не буква, но Его Слово, оно производит действие. Поэтому написано, оно живо и действенно, Его Слово. Это значит, что если оно обильно вселяется в нас, то все, что негативное в нашей жизни, отрицательные мысли, отрицательные вещи, под которые мы можем попадать, и они могут влиять, то Слово, которое живое, и оно обильно вселяется, оно вытесняет это все из моей жизни. Вы знаете, сколько людей сегодня просто живут на уровне своих эмоций. Дальше мы читаем об этом, что это Слово, оно проникает до разделения души и духа. Душа и дух. Если эти вещи их не разделять, то мы просто можем потеряться и не понять, что от Бога, а что просто от эмоций или от душевных вещей. Но вот благодаря живому, Божьему Слову, которое должно обильно вселяться в наше сердце, происходит понимание, и мы видим, что душевное, а что духовное. Вы знаете, сегодня некоторые люди говорят, главное пережить, главное что-то ощутить. Вы знаете, это не главное. Все переживания и все ощущения, они должны идти в согласии или в гармонии с Божьим Словом, которое мы имеем. Есть откровения, которые не соответствуют Божьему Слову, но люди, они так ярко это преподносят, и что люди, ну, конечно, это так ярко, это так сверхъестественно. Я хочу вам сказать, не всякому духу верьте. Вы знаете, душевный человек, он реагирует на какие-то духовные проявления, но только духовный человек, который знает позицию Божьего Слова, может отличить душевное от духовного. Он может встать на позицию того, что говорит Господь. Я помню много лет назад, когда мы еще жили в Грузии, как на одном общении, такое было небольшое общение, и одна сестра, в ней начал проявляться дар пророчества. И она стала пророчествовать, и мы собрались, и была молитва, и муж ее делился, и говорит, столько Бог наставлял ночью вот через мою жену, и слава Богу, Бог использует любых людей. Но в этой молитве, когда мы стали молиться вместе, через нее пошло пророчество, и она обращается к своему мужу, называет его по имени, и говорит ему, сын мой по имени называет, я, так говорит Господь, я буду учить тебя через жену. Вы знаете, ну, вроде бы, Господь же говорит, почему бы не принять, но оказывается, есть вещи, которые Слово Божие говорит, что жена будет учиться у мужа. Вы слышали, так написано в Писании. Конечно, во время этой молитвы, сразу же ей говорят, сестра, ну, так не может быть, ну, как же так Бог может против Своего Слова? И вдруг этот ее муж, ее брат, он говорит, братья, что вы говорите? Я это принимаю, я это принимаю, потому что я знаю, это Господь. Вы знаете, почему эти вещи происходят? Потому что душевное состояние, это младенческое состояние, и младенец, он не может разобраться. Поэтому пока Слово Божие не пропитает наше сердце, мы будем путаться. А Господь это или не Господь? А вот эти эмоции от кого? Ну, вы знаете, эмоции это хорошо, но мы должны четко понимать, что Слово Божие является главенствующим фактором нашей жизни. И все в нашей жизни, что Бог делает, Он будет это делать посредством могущественного Своего Слова. Я не знаю, может быть, я отстал от жизни, но я вот так вот верю, что через Слово Божие. Бог использует Своё Слово. Написано оно живое, Его Слово, несет жизнь, несет откровение. Освобождение, исцеление, восстановление приходит через Его Слово. Наполнение Его Слово. Это не просто мы заучили какие-то фразы и начинаем их исповедовать. Вы знаете, не совсем правильно, когда люди просто говорят, я исповедую, исповедую, уже час исповедую, уже день исповедую, неделю исповедую, Его Слово, ничего не работает. Не надо исповедовать. Надо просто принять Его и жить им. Некоторые люди исповедуют, но они не живут, они Его не принимают. Они думают, что это просто магическое заклинание, Если они будут говорить в течение месяца «Я исцелен, я исцелен, я исцелен», потому что так написано «Я исцелен, Господь, Твое Слово, я исцелен, исцелен», никакого исцеления. Господь говорит, прими это Слово, примите его. Когда Он обращался к ученикам, Он говорит, примите это Слово. Он говорит, познайте истину, она сделает вас свободными. Примите, прибудьте во Мне. Если слова Мои вас прибудут, обратите внимание. Иисус говорил о взаимодействии лозы и ветви. Он говорит, что если слова, то вы пребудете на лозе, когда слова мои в вас, и я в вас пребуду. Вы знаете, есть вещи, это пребывание, это находиться в этом. Это не просто на уровне интеллекта. Мне трудно, надо вот это вот провозгласить. Знаете, сколько людей сегодня обиженных на Бога? А Бог этого не сделал. А я его просил. А я стоял на его слове. А как он стоял? Он просто в автоматизме повторял его, повторял. Да, мы должны исповедовать, но вы знаете, Бог не подводит нас к тому, чтобы мы просто повторяли. Вот представьте картину. Иисус, наполненный словом, находясь в пустыне, и приходит дьявол и скушает. И он ему говорит десять раз, дьявол, написано. А я тебе сказал, дьявол, написано. А я исповедую, это написано. Да когда же ты отойдешь от меня? Я тебе говорю, написано. Нет, он один раз сказал, написано. Отойди от меня, сатана. И он отошел. Почему? Потому что слово пребывало в нем. Есть сила в Божьем слове, когда оно пребывает в нас. Когда на уровне разума, когда просто на уровне информации, так написано. У кого-то так сработало, и я сейчас это возьму. У него сработало, потому что это слово проникло в его сердце. Обильно проникло. И оно живое. И оно действенно. И оно начало производить результаты. Но если оно не в моем сердце, то в этот момент я могу исповедовать целый год. Ничего может не произойти. Я верю в исповедание. Не поймите, что я против исповедания. Но вы знаете, исповедание, когда мы что-то исповедуем, и нету плода, надо проверить, почему нету. Надо обязательно обратить внимание на это. Почему? Есть некоторые люди, которые видят трудности или атаку дьявола. И они от страха, что эта атака надвигается, они берут какое-то слово и начинают как бы этим словом, ну, искать через это такое вот как бы спасение от этих обстоятельств. И начинают его провозглашать. Но вы знаете, Господь дал слово не для того, чтобы мы боялись, а для того, чтобы мы наступали, чтобы мы имели твердую веру, что Иисус победитель. А раз Он победил, то, значит, победа обеспечена им и в моей жизни по отношению всех обстоятельств. Я просто беру это слово и высвобождаю в эти обстоятельства. Но я не говорю это слово, чтобы как-то эти обстоятельства ушли. Нет, мы проходим через них. Бог не переселил израильский народ с Египта автоматически в обетованную землю. Он провел их через обстоятельства. Слава была явлена в этих обстоятельствах. Бог был прославлен через эти обстоятельства. Поэтому мы не прячемся от обстоятельств. Мы просто верим, что это слово, которое Он дал, оно имеет силу, чтобы мы прошли через эти обстоятельства. И тогда Его имя будет прославлено. Аллилуйя! Здесь сказано, проникает, разделяет. И мы начинаем видеть. Это для того слово Божие делает, чтобы мы не были младенцами, но чтобы мы возрастали. Потому что от слова мы возрастаем, мы растем. В этом есть сила. Дальше здесь сказано в этом же стихе, 12 стих, послание к евреям, 4 глава, 12 стих, написано так же, что и судит помышление и намерение сердечное. Снова же то же слово. Это слово Божье. Оказывается, слово, оно и разделяет, и показывает, что от души, а что от духа. Оно говорит нам, какую позицию мы должны занять. Оно дает нам силу преодолеть трудности. И так же это слово судит. Судит помышление и намерение сердечное. Это слово только имеет силу. В нашей жизни есть много таких вещей. Почему сегодня легализуются беззаконные вещи? В церквах сегодня легализуются. Сегодня грех уже не называют грехом. Сегодня могут его просто назвать это слабость человеческая. Ну, к слабости нужно относиться. Вот говорят там, ну, вот человек ограниченных возможностей, он там не может, он слабый, мы должны снисходить к нему. Но вы знаете, в этом случае мы должны снисходить. И слово Божие говорит, вы сильные, сносите немощи бессильных. Но в отношении греха это не слабость. Грех это разрушительная сила дьявола, о которой сказано, что грех приводит к смерти. Сделанный грех приводит к смерти. И мы не просто, ну, это слабость человека. Ну, давайте просто на это смотреть, как на слабость. Если есть грех, это не слабость. Если человек, он сегодня относится к этим вещам, как к слабости, вот, он пытается Божье слово просто сказать, оно не действует в моей жизни. Возлюбленные, нету такого греха, чтобы Божье слово не имело силы в отношении этого греха. Когда Бог обличил Каина, Он сказал ему, почему поникло лицо твое. Вы знаете, сегодня, сегодня люди, лишенные радости, лишенные вот этого удовлетворения во Христе Иисусе, они сегодня с поникшим лицом. Я не говорю о промежутках, когда Бог вводит нас во тьму, чтобы проверить нас или в обстоятельства. И мы, бывает, проходим эти вещи. Я говорю о вещах, как о стиле жизни, как образ жизни, уныние, постоянное недовольство, ропот, обиды. Меня не понимают, меня оставляют, мимо меня проходят, я одинок. И постоянные эти вот вещи, а что такое, почему ему можно, а мне нельзя, а почему так поступают. И вот этот вот, вот это состояние внутренности, поникшее лицо. Бог говорит, грех у порога сердца. Грех. И если человек, он, не использует этот момент, когда это слово же Божье говорит в отношении всех этих помышлений, в отношении всех этих намерений, всего-всего. Вы знаете, не начинается грех с того, что человек, допустим, праведный, святой, любит Господа, все нормально в его жизни, вот так замечательно у него все, день начался, во славу Господу. Ночь наступила, он стал грешником, утром просыпается, он блудник. Нет, чтобы он утром был праведником, а ночью стал блудником, это не может быть. Где-то эти вещи, они начинают проникать. Где-то есть доступ. И Бог говорит, грех лежит, он вот у порога, но он еще не в сердце. Поэтому, когда мы Словом Божьим заполняем сердце, то грех, греху не найдется места тогда в сердце. Но если у нас пустота, и мы не знаем, ну что такое, я не удовлетворен, там не так, и там не так, и то, не то. И вы знаете, я когда игнорирую Божье Слово, то грех имеет доступ к моему сердцу. И когда он захватывает меня, человек тогда, он делает то, что будет диктовать ему его господин. Если грех начинает господствовать, то это значит, человек стал рабом этого греха. Но когда он еще не проник в сердце, я имею право господствовать над этим грехом посредством Божьего Слова, которое обильно должно вселяться в мое сердце. Есть, вы знаете, ключ к благословению это могущественное Божье Слово, которое вселяется обильно в мое сердце. Писание говорит, чтобы мы могли, мы несем ответственность за то, чтобы оно вселялось обильно. Судит это Слово. Если мы правильно будем относиться к Нему, оно направит нас, оно скажет, где я неправильно поступил с братом или с сестрой, где неправильные у меня были мотивы, цели, стремления. Вы знаете, Бог знает сердечные намерения. Это перед людьми человек может молиться и говорить, о Боже, дай мне миллион, я такие евангелизации буду делать, пол Африки спасу, и все в таком плане. А там в глубине он думает, хороший построить дом, шикарно куплю машину, ну конечно, выделю там на какие-то вещи, но Господи, ты знаешь, я хочу это все на твою работу, на миссию твою. Бог знает намерения нашего сердца. И когда мы обращаемся к Его Слову, то это Слово вскроет мотивы нашего сердца. Вы знаете, как здорово, что есть Божье Слово, которое, как остро, боютный меч, проникает, разделяет, судит помышления и намерения. И это же Слово дает победу, силу побеждать, преодолевать, быть успешным, достигать цели в этой жизни. И чтобы посредством этого Слова имя Божье было прославлено. Последнее, что я хочу отметить, и мы будем молиться, это записано посланием Ефесянам, пятая глава. Послание Ефесянам, пятая глава. 18-19 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Очень 19-й стих, он практически тот же самый, что мы читали в послании Колоссянам, но 18-й стих говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Вы знаете, серьезное предупреждение. Мы хорошее слово во вторник слышали о том, чтобы не употреблять алкогольных напитков, но я хочу подметить, что опьянение наступает не только от вина. Я слышал, как брат недавно рассказывал, что с одним человеком, с которым он работал, этот человек, он имел определенную позицию, и он сам был еврей, этот человек, и вдруг принесли шикарное украинское сало, и он никогда в жизни его не кушал, и решил его испытать. И когда он поел его, он, говорит, такой был скромный человек, и вдруг он, говорит, как опьянел, вдруг стал, говорит, рассказывать нам разные истории, там такой сидит веселый, от сала человек опьянел. Некоторые подумают, вот это новость, теперь я переключусь, алкоголь пить нельзя, теперь сальцом мы найдем. Я не к этому, я говорю, что есть вещи, когда люди пьянеют, есть люди, которые пьянеют от сплетен, вы не слышали? есть пьянство от сплетни, вы знаете, есть зависимость такая, если человек не послушал сплетни, не поучаствовал, да ты что? Вот, он не может спокойно спать, он не может спокойно кушать, аппетит пропадает, но где-то сплетни, и он подлетел, возрадовался, все, его понесло, вот эти, он все, он находится в этом мире, и он где-то подсознательно понимает, что это сплетня, но ему так приятно, он находится в этом состоянии, вы знаете, некоторые люди, они пьяны от зависти, да, есть такая сторона, противоположная, когда люди, они просто одурманены этим, я буду работать 24 часа, но я моего соседа вставлю, я обойду его, я ему покажу, я что, я что, не человек что ли, вот, я что, должен хуже, на 50 долларов машина моя дешевле стоит, я что, хуже его что ли, нет, я сделаю так, что все, вы знаете, люди пьяные становятся от этих вещей, я просто это беру, вот это вот слово, но я хочу вам сказать, что опьянеть можно от всех неправильных вот этих вещей, но, что бы не было, что бы дьявол не предложил, что бы похитить нас, я хочу сказать вам, не употребляйте, вина, не используйте никакие случаи, что бы вы попали под это опьянение, наша жизнь, это не это, что предлагает мир, наша жизнь, Христос, Он наша жизнь, о горням помышляйте, а не о земном, горнях, это жизнь наша, Господь Иисус, которого мы ожидаем, исполняться, исполняться духом, это то, что нас ставит в особое положение вообще перед миром, перед всеми остальными людьми, потому что исполнение духом Слово Божие делает практичным в нашей жизни, если мы не исполняемся Словом Божьим, даже и не думайте, что Божье Слово, оно само по себе вселится в ваше сердце, я хочу вам сказать такие вещи. Когда мы изучаем Божье Слово, мы, может быть, все не знаем, но когда мы время провели в молитве и наполняемся Святым Духом, и приходит вот это исполнение Божьего прикосновения, силы Божьей, то то, что просто я читал, и мне казалось что-то непонятно, вдруг становится реальным в моей жизни, оживает, и это Слово имеет силу тогда. Поэтому не упивайтесь вином, не подвергайтесь никакому игру рабства, не позволяйте, чтобы враг вас опьянил, чтобы вы были опьянены какими-то вещами, пусть это будет всегда чуждым для нас, но исполнение Святым Духом это норма христианской жизни, чтобы мы исполнялись Святым Духом, халилуя, тогда Божье Слово, оно приобретет огромную силу в нашей жизни, и тогда ничего в нашей жизни не будет расхищено дьяволом. Вор потерпит поражение, когда он приблизится к нашему жилищу, если мы наполнены обилием Божьего Слова. Давайте мы встанем сейчас. я хочу вас вдохновить. Может быть, вам трудно иногда бывает, может быть, не хватает времени. Возможно, у кого-то есть такие вещи, которые ваши мысли, они вас отвлекают, вы не можете сосредоточиться. Продолжайте читать Божье Слово, найдите время, встаньте на 20 минут раньше перед работой, возьмите эти 20 минут, и используйте их для того, чтобы Божье Слово, оно было прочитано вами. Рассуждайте над этим Божьим Словом, позволяйте Духу Святому направлять вас, исполняйте Святым Духом, и мы просто будем видеть плоды в нашей жизни, мы просто будем видеть, защита приходит через Божье Слово, вор не может приблизиться, если мы имеем Божье Слово. Тогда жизнь, которую мы имеем, это не просто будет жизнь, это будет жизнь с избытком. Жизнь с избытком это не то, что я имел полное, а теперь вот сверху, нет. Жизнь с избытком, ну, это имеет понятие такое, это нормальное понятие, но здесь имел ввиду Иисус, жизнь с избытком, то, что Он дает, отдай другому, передавай это. Чем ты богат сегодня, обогати, и чем больше мы это делаем, тем больше Господь начинает давать нам эта жизнь с избытком. Я имею жизнь, а жизнь с избытком, Его жизнь через меня начинает течь и касаться других людей. Его Слово начинает передаваться и изменять других людей. Оно меня изменило и изменит другого человека. Передавай. Пусть эти вещи, что я имею, они найдут также возможность, чтобы это мы могли передать кому-то с избытком жизни. Делись с другим человеком. Передавай это. Радость, общение с Иисусом Христом, Божье Слово, откровение, что-то ты можешь, словом или делом, все это делай во имя Господа, и ты увидишь, что это изобилие не только будет у тебя, но и у твоего ближнего. Откройте двери для того, чтобы это текло через тебя. но прежде нужно, чтобы его слово обильно вселялось в мое сердце. Халлилуйя. Давайте мы проснем к нему руки, давайте мы поблагодарим за это могущественное слово, которое он послал в нашу жизнь, которое утешает, укрепляет, которое дает нам силу побеждать. Халлилуйя. Мы благодарны тебе, Господь наш. мы благодарим тебя за твое слово. Мы благодарим тебя за твое... Субтитры создавал DimaTorzok